Здесь на самом деле выбор у них очень большой, к сожалению. Мы все просрали за эти годы, просто все. Если даже говорить о тех пропагандистских усилиях, о рекламе мощи нашей замещательной армии, то я не знаю, если вы смотрите фотографии с места боевых действий, буквально на каждой второй фотографии у Т-72 нет башни. Она где-то либо рядом лежит, либо кот улетел. Танк был взорван. Была детонация боекомплекта, вот где стоит сам танк. Башня отлетела метров на 30, причем разорвало изнутри. Посмотреться осталась цифра 6, все остальное неизвестно где. Штепу надо первую забрать и на площадь ее судить народом. Она обдурила народ. Обещала одне, сказала бендеры прийдут, а пришли чеченцы. Это гора Карачун, находится с этой стороны. С этой стороны, за вами, находится гора Молочар. На этой горке сбили вертолет, на котором летел генерал Кульчицкий. Сейчас мы на дороге из Словянска до Краматорска. Конечно, остановимся, чтобы посмотреть на последствия, например, боев. Можно посмотреть, какая уронка осталась. И такие визуальные последствия. Бачили, конечно, там на узбечке и тело, не скажу, тело, тело. Не будем показывать эзотичных меркуваний, как выглядит. Т-90, практически такой же танк, как Т-72. А чем тогда воевать? А чем воевать? Ну, возьмите наши современные танки. У них, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас после 5-6 выстрелов кучность падает, потому что оборудование, на котором изготавливают орудийные стволы, ну, изношено. Все очень просто, понимаете? И все вот эти фигушки, которые там прыгают, летают, бегают. Ну, да, он здорово ездит, ходовая еще есть, а после нескольких выстрелов в него дуло ведет. Все. Ну, сейчас есть подкалиберные снаряды. Да, ну, все равно. Ну, подкалиберные снаряды. А что, это не нагрузка на дуло, что? Поствольную часть, конечно, нагрузка. Все будет то же самое. Не очень все весело, по большому счету, просто. Почему-то никто об этом не хочет задумывать. Эбрамс, возможно, самый знаменитый западный танк. О нем пишут военные журналы, его показывают в выпусках новостей. Он главная телезвезда танкового мира. Самый современный российский танк Т-90. О нем, особенно на Западе, часто не вспоминают. Эксперты НАТО поставили на Т-90 клеймо. Устарел. Ранние варианты Т-90 уступали Эбрамсу по подвижности. С появлением тысячесильного двигателя наш танк практически сравнялся с Эбрамсом по этому важнейшему показателю. В боевой технике будущего высокая информатизация машин. В ближайшем будущем на Т-90 установят новую аппаратуру спутниковой навигации. Таким образом, Эбрамс лишится своего последнего преимущества перед нашим танком. На сегодняшний день Т-90 превосходит Эбрамс по большинству показателей. Но их заочные соревнования заканчиваются. Возможности их модернизации практически исчерпаны. На поле боя вскоре выйдут танки следующего поколения. Они горят, как свечки. Ну да, конечно, только с разными номерами и башню, либо она там далеко. Ее таскают, как мы за собой башню таскаем. На самом деле я стал таким этим, заинтересовался. Если посмотрел, оказывается, несколько контрактов в страны, где нет проблемы высокой рождаемости, по поставке танков Т-72 были красотизованы из-за того, что это машина одноразовая, экипажка одноразовая. Для статистики, значит, в Ираке за две недели, вот последняя война была, было уничтожено в Иракской армии 10 тысяч персонала, практически 75% танкового парка. Американцы при этом потеряли 178 человек в прямом контакте. И, по-моему, 5 или 6 танковых абрамсов. Были смешные случаи, когда абрамсы стреляли через Бакхан и уничтожали, где танковые были. В феврале 1991 года, во время боевых действий в Ираке, абрамсы с легкостью расправлялись с десятками устаревших советских Т-72, которые стояли на вооружении Иракской армии. За счет современного вооружения, абрамсы убивали иракские машины, в основном на дальних поступках, не входя в зону прицельной стрельбы противника. Ночной бой. Инфракрасные приборы на Т-72 активного типа. Они сразу засветились. Дальность действия их меньше. На американских танках пассивные приборы стояли. Они себя не обнаруживали. 72-ки себя обнаружили сразу. Тут же были вызваны вертолеты и штурмовики Тандерболт, которые начали утюжить позиции этой гвардейской бригады танковой. Ну да, потом подошли абрамсы, конечно, довершили дело. Например, на дальности 2100 метров Т-72 не имеет никаких шансов против абрамса. Бронебойные снаряды с урановым сердечником легко пробивали иракские танки на вылет. В то время как 72-ки, чтобы сразиться с противником, надо было подойти поближе. Поэтому не стоит здесь особых иллюзий пихать. У абрамсов там было две проблемы. Это у них клинило башню. Если Т-72 ее просто нахрен сносит, то у них ее клинило. И очень часто выходили из строя двигатели, потому что там у них стоят турбины. Выходили они из-за песка. Вы знаете, судя по тем потерям, которые были понесены американцами, плохо он горит обычный ФПГ, в отличие от танковской семьи. Просто по статистике. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У них просто выходили из строя моторы из-за несоответствия воздушных фильтров Другой сервер, который... Да, у них газовый турбинок... У них газ с турбинкой, который требует очень тонкой фильтации. Т-64... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok